Итак, вы уже слышали, что игры Веслинские – это интересный, эффективный и легкодоступный способ нахождения решения вашей актуальной задачи. Давайте посмотрим, как практически записаться и поучаствовать в игре. После регистрации на сайте веслинский.ком обязательно выставьте в редактировании страницы свой часовой пояс. В этом случае время начала игр в расписании будет отражаться по вашему местному времени. Теперь заходите на страницу расписания игр и выбирайте в подходящее время ту тему игры, которая созвучна вашей актуальной задачей. Кликнув на название темы, вы можете увидеть некоторые детали предстоящей игры – комментарии ведущего, записавшихся соигроков и другое. Чтобы записаться на выбранный сеанс, нажмите кнопку «Присоединиться к игре» или «Записаться». В окне задачи игрока впишите формулировку задачи и отправьте заявку ведущему. Пока ведущий не подтвердит заявку, на вашей страничке данная игровая сессия будет видна в разделе «Ближайшие игровые сессии» со значком «В ожидании». После подтверждения ведущим заявки, значок «В ожидании» исчезнет. И вот наступает время игры. Ведущий созванивается с вами и вашими соигроками по скайпу. И справа вверху появляется кнопка «Войти в игру». Вы нажимаете на эту кнопку и входите в игровую комнату. С этого момента начинается таинство игры. Игровое поле состоит из четырех секторов, каждый из которых отражает одну из четырех стихий – огня, земли, воздуха и воды. Каждый сектор наделен искусствами соответствующей стихии. Ведь не только живопись, музыка, архитектура или кино являются искусством. Сама жизнь есть искусство, в сущности самое важное и в то же время самое трудное и самое сложное искусство для человека. Для каждого сеанса игры имеются свои вдохновители, чьи портреты можно видеть рядом с полем. Музыканты, ученые, поэты, бизнесмены, драматурги, художники, режиссеры, философы и другие. На поле есть три ряда клеток. Площадка, четыре центральные клетки и центр поля. Цель игры – достичь центра поля. На каждой клетке можно видеть ее номер, а также аббревиатуру игровой категории. В верхнем правом блоке видно, какую категорию какая буква обозначает. Ниже расположена рулетка, которую игроки вращают при выборе игрового задания. Под рулеткой – блок голосования. Сектора, искусство которых были проявлены игроком во время выступления. И чуть ниже кнопки «Верю, не верю». Под блоком голосования расположена таблица ключей. Вы закончите игру тогда, когда достигнете центра поля. Для этого может понадобиться три или более сеансов, в зависимости от того, как быстро вы будете продвигаться по полю. Каждый последующий сеанс вы при желании можете играть с новыми соигроками, с другим ведущим, в то время, когда вам удобно, выбирая подходящий для себя сеанс в расписании. Достичь центра поля становится возможным, когда вы находите пути решения задачи. Но чтобы в конечном итоге изобрести оригинальный способ решения задачи, вы должны, во-первых, понять, что вам мешает решить вашу задачу, и тогда вы получаете ключ препятствия. А во-вторых, найти, что вам может помочь успешно справиться с задачей, и тогда вы получаете ключ ресурс. Если соигроки отмечают ваш комментарий как самый полезный, вы получаете ключ содействия. И если вы практически проявляете рекомендованные соигроками искусства, вы получаете ключ опыт. Для перехода на площадку вам нужно получить минимум три ключа – препятствия, ресурс, а также содействие или опыт. На площадке вы изобретаете новые эффективные способы решения своей задачи. Когда это удается, вы получаете ключ решения и попадаете в центр поля. Вот и все. Осталось применить найденное решение на практике. И можно приступать к решению задач более сложных и масштабных.